С конца февраля от жителей Голицына в Центр управления регионом поступило около 340 обращений. Содержание дорог и дворов после аномальной зимы волновало больше всего. Навалы снега, тротуары и проезжая часть во льду, писали жители. Выводы коммунальщики сделали. И теперь пополнять автопарк техникой будут заранее. Если так произойдет, что будет неснежная зима, то мы эту технику законсервируем или будем сдавать в аренду кому-то. Она точно не пропадет. Но силы наращиваем, потому что эти зимы и прошлые, и предыдущие показывают нам, что идет все по нарастающей. Наладить работу общественного транспорта тоже в приоритете. Водители нарушают расписание, пропускают рейсы и меняют маршруты. А сами автобусы зачастую нуждаются в ремонте. Такие ситуации в Голицыне не редкость. Но в этом направлении уже есть положительная динамика. Если анализировать то, как было в конце прошлого года и в самом начале этого года, есть снижение по количеству жалоб, но тем не менее проблемы пока остаются. Более 40 вопросов по развитию Голицына обсудили жители города с главой округа. Среди волнующих тем устройство ливневок, установка уличного освещения, расширение банковского обслуживания. «Мы говорим про проект. А вот это?» «Это 117-я подставка». Тир для стрельбы из лука, бассейн, залы для единоборств, гимнастики и хореографии, а еще трибуны и парковка. Все это появится в новом ФОКе. Найти свободные земельные участки, которые вместили бы такой масштабный объект, оказалось проблематично. Если делать ФОК, то, наверное, что-то и на улице, какие-то площадки спортивные, так что полноценно заниматься. Решение этой проблемы уже найдено. Необходимо дождаться передачи выбранного участка из федеральной собственности в муниципальную. А вот вопрос с переселенцами пока на обсуждении. Идут переговоры за стройщиками. Экспертиза признала несколько домов на улице Бан и Переулок ветхими. «Сейчас мы активно в стадии переговоров. В том числе там рассматриваются и высокие жаворонки, в свободном рынке, в котором квартира находится. Думаю, что в течение месяца выйдем на согласование с жильцами уже». По итогам встречи инициативные жители Голицына поблагодарили главу округа за системную работу над благоустройством города. Олеся Лукина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.